Защитники животных провели в Саранске пикет. Его целью было привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных, их варварскому отстрелу и жестокому отношению со стороны коммунальных служб. Но мирное противостояние едва не закончилось скандалом. Наблюдатели от города неожиданно решили, что защитников собралось противозаконно много. Правду знает Людмила Кусерова. Они хотели проводить пикет на площади тысячелетия, но городские чиновники не разрешили. Рекомендовали одно из самых красивых мест Саранска. Площадка перед русским драматическим театром в празднике, еще и одна из самых немноголюдных городских территорий, не помешала защитникам привлекать внимание прохожих. Мы, наверное, по России остались почти единственный регион, где нет приюта для бездомных животных. Но везде он уже существует. Это первый вопрос назрел. Второй вопрос. Обязательно нужно, наверное, какой-то создать хоть контроль. Чтобы вот эти вот животные по улицам беспризорно не бегали. Это же мы сами все это создаем. Понимаете? Сами. Яркие плакаты и надежда на то, что их наконец-то услышат и поймут. Обещаниями построить приют для бездомных животных чиновники кормят волонтеров уже почти шесть лет. Поэтому, несмотря на мерзкие предновогодние заявления, эти люди еще раз напоминают, городу нужны цивилизованные методы борьбы с бездомными животными. То, что коммунальщики практикуют сейчас, не подпадает под уголовную статью, но и не вяжется с принципами гуманного отношения к братьям меньшим. Мы выходим на европейский уровень, строим стадионы, будем принимать гостей из Европы. Поэтому мы должны не только в мире футбола и спорта выходить на европейский уровень, но также, как и европейские страны, допустим, выходить на этот уровень по гуманности. То есть у них есть приюты, у них собаки помещаются приюты, жестоко не убиваются. Пикет охраняли сотрудники правоохранительных органов и представители городской администрации. Видимо, недовольные тем, что пришлось это делать. В праздники попытались разогнать демонстрантов. Угрожая суду, мы требовали разойтись хотя бы наполовину. Причина – вместо 30 человек защитников собралось 32. Хотя в постановлении количество участников не ограничено. Возможно, им и плакаты, и сама идея такой пропаганды не нравилась. Но об этом они молчали. Говорили здесь только те, кто боролся за права животных. Возмущает то, что большинство у нас людей вообще в городе и стране не понимает того факта, что... Точнее, как они думают, что если сейчас всех отстрелить, то все будет замечательно. На самом деле нет. Если мы сейчас все с вами отстрелим и всех отравим животных вокруг, простите за такие слова, конечно, но... Через год ситуация повторится. Соответственно, для этого нужно, чтобы правительство приняло какие-то меры, чтобы они работали для того, чтобы можно было ловить, стерилизовать. Только это поможет снизить численность. Этим пикетом они хотели донести еще и до жителей Саранска, что бездомные животные не появляются из воздуха. Рост их численности провоцируют сами люди. Те, кто выбрасывает на улицу надоевшего питомца. И нужно не только, чтобы власти организовали приют, а нужно, чтобы каждый горожанин осознал свою ответственность до того, кого приручил. Вплоть до штрафных санкций, если это потребуется. Людмила Кусерова, Александр Гурьянов. Наши новости. Продолжение следует.